Я вас категорически приветствую. Угрожая перед выборами сделать Америку вновь великой, Дональд Трамп, в частности, намеревался немного прикрутить накал международной торговли, инвестиций и прочих примет так называемой глобализации. И вот, можно сказать, началось. Ну, точнее, началось еще 9 марта, когда персонаж с необычной прической подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий – 25,15%. Позже, 22 марта, он же подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая. Торговый дефицит США – 500 миллиардов долларов. Из них 300 приходится на Китай. Много лет ни один президент не желал принимать экономические меры против Китая. Но мы примем. По словам Донни, китайцы ежегодно крадут американской интеллектуальной собственности на сотни миллиардов баксов. Терпеть подобное далее нельзя. Трамп поручил торговому представителю США в течение 15 дней определиться, на какие еще китайские товары есть смысл ужесточить или ввести пошлины, чтобы суммарная стоимость, обложенная ими продукции, составила миллиардов, эдак 60 в год. А если, например, ты – коммунистический инвестор, закопать в американскую землю пароход другой бабла, тебе должно стать гораздо сложней. 3 апреля опубликован черный санкционный список, в котором аж 1300 разновидностей китайских товаров, ну, в основном высокотехнологичных. Изрядная часть товаров, поступающих в США из Китая, производится там американскими фирмами. Трамп пытается сделать их пребывание в Китае невыгодным. Производство, по его замыслу, должно вернуться в Штаты, дав работу миллионам Джонов, Бобов и Смитов. Ну, пока что результат, правда, обратный. Потому что китайские товарищи не растерялись и уже объявили, что более сотни видов американских товаров будут теперь попадать в Поднебесную только за дополнительную плату. Например, мёртвые американские свиньи за 25% своей стоимости. А ведь поставка звёздно-полосатой свинины в краснознамённый Китай – это миллиард долларов ежегодно. Ну, а все товары тянут на полсотни миллиардов. Ну, что ж, такой рынок с удовольствием освоит кто-нибудь менее воинственный. Торговой войны не боимся, избегать её не будем, заявили китайские дипломаты в Штатах. Говорят, где-то в долине Великой реки Янзи прикопан клад, в котором хранятся американские облигации на сумму примерно 1,3 триллиона долларов. Китай – крупнейший в мире держатель ценных бумаг США. И он вполне способен распорядиться и так, чтобы обитатели верхних этажей американских небоскрёбов слегка занервничали. Вслед за свиноводами и производителями других американских экспортных товаров, которые восхищаются торговой политикой Трампа уже сейчас. Ну, а 5 апреля китайцы начали военные учения планетарного размаха в Китайском море. Более 40 военных судов демонстрируют кое-кому мощь поднебесной и готовность отстаивать поднебесные интересы любыми способами. Ну, а Трамп в тот же день заявил, что ему совсем нетрудно повысить пошлины с 50 до 100 миллиардов баксов. 10 апреля Си Цзиньпинь объявил, что Китай прислушается к требованиям США по части соблюдения прав на интеллектуальную собственность американских корпораций, а также снизит тарифы на импорт автомобилей. Есть мнение, автомобилями ограничиваться нельзя. Пора Дональду озаботиться импортом демократии в Поднебесную, а то ты глянь, что они там вытворяют. Если подходить к вопросу с особым цинизмом, разногласия Китая и США нашей стране в целом выгодны. Чем слабже экономические связи между Пекином и Вашингтоном, тем ширше у нас перспективы и глубже возможности. Ну, а гражданам, которые массово лишатся работы с обеих сторон, можно только посочувствовать. Капитализм, он такой.